Имя Григорьевич. Восстановленный танк Т-26 получил благодаря золотым рукам поисковика Вадима Григорьевича Иларионова, который вложил в реставрацию все свои знания и умения. Я надеюсь понравиться молодому поколению, а ну вспомнить, какой ценой была добыта победа для мирного неба нашей сегодняшней головой. И все это позволит приоткрыть ранее неизвестные страницы нашей истории Великой Отечественной войны. Т-26 достали со дна реки в Усть-Донецком районе, где он пролежал 77 лет с июля 42-го. Его экипаж погиб, защищая переправу. От прямого попадания немецкого снаряда танк загорелся и разлетелся на фрагменты. Уцелели только корма, фрагменты корпуса и гусениц. Чтобы превратить гору ржавчины в музейный экспонат, потребовалось 9 месяцев. Искать недостающие части помогали поисковики со всей страны. Потом, сверяясь с чертежами, боевую машину собрали в единое целое. Пошел! Тащи, не бойся! Тащи! Порок! Все! Похлопали все! Но этого момента не случилось бы без руководителя поискового отряда СКИФ Игоря Дудченко. Водолаз по профессии именно он обнаружил и достался до реки останки боевой машины. Для семьи поисковика история Великой Отечественной началась именно с Амбекских высот. Мой дед по отцовской линии, будучи в возрасте 15 лет, сбежал из дома, из Таганрога. И когда уже войска подошли, азербайджанская дивизия подошла к Самбеку непосредственно. То есть Дудченко Владимир Ефимович начал боевой путь непосредственно именно с этой высоты, где сейчас находится на данный момент комплекс «Самбекские высоты». Т-26 теперь один из главных экспонатов музейного комплекса. Но история танка не закончена. Поднимая его со дна реки, поисковики обнаружили личные вещи членов экипажа боевой машины и сейчас пытаются установить их имена. Продолжение следует...